Разрешите Вас поприветствовать на нашем кубовом столе, посвященном развитию малых форм хозяйствования. Если говорить про данное направление, то малые формы играют, конечно, заметную роль в развитии сельского хозяйства, в том числе и в сельскохозяйственном производстве. Стоит отметить, что в настоящий момент порядка 40% всей продукции сельскохозяйственной производится малой формы хозяйства, как в России, так и в нашем регионе. Конечно, данное направление мы обязаны развивать и оказывать активное содействие в развитии и сопровождении данных организаций. Если коротко по грантовой программе, которая была ранее реализована, у нас с 2012 года уже получили 847 грантов фермеры, это 716 начинающих, 131 семейная ферма. На сумму почти 2,5 млрд рублей. И 12 кооперативов на общую сумму 265 млн рублей. В том числе у нас в 2020 году уже 73 фермера и один кооператив. В целом развитие сельских территорий Ростовской области в рамках грантовой поддержки привлечено уже порядка 3,8 млрд рублей, в том числе в 2020 году 612. Стоит отметить, что из общего участников грантовой поддержки каждый десятый это многодетная семья, это у нас 87 фермеров и 10%, в которых воспитываются 277 детей. И каждый третий у нас получатель господдержки, это у нас молодой специалист до 35 лет. Участниками грантовой поддержки создано уже порядка 1660 мест в сельских территориях Ростовской области, в том числе в прошлом году 166. Несмотря на ограничительные меры, которые у нас действуют с прошлого года, крестьянско-фермерские хозяйства и кооперативы не только сохранили свой уровень, но и расширили и запустили новые производства. В качестве примеров можно привести, у нас в 2020 году была запущена в Ордовском районе козоводческая ферма на 200 голов и введена эксплуатация животноводческой фермы на 100 голов крупного рогатого скота. В Пролетарском и Белокорейцевских районах ведется строительство трех животноводческих ферм в молочном направлении мощностью до 100 голов крупного рогатого скота. В Песчанокопском районе у нас четыре кооператива, продолжается работа по развитию мясного кластера и в 2020 году уже на откорме стоит порядка 3000 голов крупного рогатого скота. Надо отметить, что с 2019 года у нас начал действовать национальный проект, в рамках которого была дополнительно предусмотрена помощь в рамках регионального проекта. И было определено новое направление агро-стартапа. Также были дополнены мероприятия по субсидированию затрат кооперативов в части возмещения за приобретенные имущества. Также у нас в рамках затрат по региональному проекту предусмотрено размещение затрат, которые направлены на центр компетенции сельскохозяйственных коопераций и поддержки фермеров. В рамках регионального проекта в 2020 году уже создано шесть кооперативов. Работа у кооперативов в Волоченном 91 сельхозпроизводитель. И в 2021 году могу сказать, что основные направления господдержки будут сохранены. Это грантовая поддержка развития семейных ферм и материально-технической базы кооперативов. Стоит отметить, что в 2021 году будет уже исключена такая мера поддержки, как начинающие фермы. В связи с тем, что есть направление агро-стартапа, и в Сельхозном РФ было принято решение, так как эти меры очень похожи, ставить именно только агро-стартап. Общий объем финансирования на 2021 год у нас 367 миллионов рублей по направлению малых форм. И, соответственно, работа будет продолжена. Я думаю, что сегодня в рамках совещания мы услышали, в том числе, по тем мерам поддержки, в том числе, которые идут с учателем наших коллег и в центре компетенции, и в банке. Поэтому, вкратце, я все. Готов ответить на вопросы, если не есть. Спасибо. Да, спасибо. Скажите, у присутствующих есть вопросы к Алексею Павловичу? Есть. О, давайте. Мы работаем без них. У нас по голове неплохое, 800 голов мясного направления. Но мы столкнулись с одной проблемой. Это проблема сбытки этого мяса. В Красно-Сулинский район, Каменский район и Белокалитинский район нет ни одного мясокомбината. Куда его не вали на мясо? Вот ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Как заходит козь, начинается бойня за это мясо. Приезжают там вот это вот как-нибудь. Да зачем мне как-нибудь? Вы мне дайте мясокомбинат, я повезу, сдам его по нормальной цене. Перечислите мне деньги мои, и все. Я поехал работать дальше. У нас стоит вопрос. Или взять нож, порезать этих коров, всех, этих 800 голов, свернуть рабочие места и разогнать людей домой? Или что нам делать? Скажи. Ну я могу прокомментировать в следующем. У нас на территории Ростовской области по мясокомбинатам ситуация складывается следующим образом. Именно направление Королевского у нас представлена Зимониковский район. Дополнительно у нас есть сейчас, в частности вчера обращался представитель, который также размещается по литарскому, который готов закупать скот. Я предлагаю вам после совещания подойти ко мне, и тогда поменяемся контактами, я им это вот. Еще вопросик маленький. Мы разговаривали в том году, год назад, на совещании. С Песчиноковски тоже приезжал там парень один и говорил, я покупаю скот, вот цена там 280 рублей. Хорошо, ну там всю зимнюю нам вы даете, государство нам 15 или 30 рублей. Как коснулось это дело осени, значит, три хозяйства, мы объединились, а три кооператива, в районе тысячи головов скота. Предложили ему, он говорит, нет, это скот маленький, там туда-сюда, такой скот я могу забрать, по 250 рублей. Я говорю, приедите, заберите его живым весом. Он, он не приехал, не забрал живым весом, а привезите на бойник, мы подъем, с каждого бычка по 30 килограмм мяса вырежем, и обойдется он по 200 рублей. Это мы знаем. Есть передовые хозяйства, которые держат молочку, они рассказывают, что везем на мясокомбинаде, на каждом мясокомбинаде по 30 килограмм вырезали мясо, и все, по 250 рублей даже. Можете назвать этого парня, а то как-то... Я можно, я комментирую, да? У нас в прошлом году была сложность, но она и продолжается, связана с оригинализацией по ящеву крупного рогантов скота. И те факты, о которых сейчас говорите, они связаны в том числе с реализацией мясокомбинады, которые находятся на территории Ростовской области, у них реализация продукции в основном была связана с поставкой в Москву, под Москвой. Вопрос. Куда я реализовал свой спорт? Приехали люди из Москвы, пригнали свою фору, порезали их у меня в Москву, достали мешок денег, говорит, на, по 275 рублей. И все. Нам, говорит, право не нужны какие? Нам ничего не надо, наш холодильник, наши почки, подняли мои места, взвесили, два мешка мне денег, дали и уехали. И все. Но вы же понимаете, что этот способ, он нелегальный, и то, что у вас это раз получилось, это не будет возможно. Понимаю, вы не знаете, я же о чем я говорю, вы не дали нелегальный способ. Я вам говорю, давайте после совещания, я вам лично контакт. Обязательно телефонами и... Я вам при вас соберем человека, который предлагает услуги по закупке скота. Он заинтересован в таких фермерах, как вы, поэтому я еще раз повторюсь, давайте посмотрим. Хорошо, договорились. А можно уточнить, какой скот был весом? Тут же важно... Ну, скот, красная степная погода, был в угольном весе, было мясо чистого, от 220 до 260 килограмм. Ну, это тушки были в районе по полскота. Но красная степная погода, она больше не вырастает, это не мало. Ясно. Ну, это нормальный скот. А можно уточнить, получилось у вас воспользоваться субсидией на килограмм резонного мяса? Так, ну, если не новичка, нет, нет, конечно, не получилось. Конечно, вы потеряли, потому что... Мне песчинокорс давал... Нелегальный способ. Мне давал 250 рублей, а мне дали 275. Получается, если бы мне дали 15 рублей, я бы еще потерял 10 рублей. Так, когда на бухгалтерии в этой бумажках ту справку, не ту справку, чтобы все эти не получили. Это же не так просто. Пришел и получил эти деньги, правильно? Тогда разобрать какой-то определенный пакет документов. Что-то я заносил. А мне дали деньги на личку, я даю, что зачем мне заморачиваться? Хорошо, спасибо большое за вопрос. Хорошо. Еще раз, пожалуйста, представьтесь. Добрый день. И глава ГКХ Ремченко в Кашарский район. Подскажите, пожалуйста, столкнулись с такой проблемой. Раньше мы арендовали муниципальную землю под 0,3% от кадастровой стоимости. С октября прошлого года цена поднялась в 7 раз и стало 2% от кадастровой стоимости. На сегодняшний день порядка где-то около в среднем 1300 рублей за гектар, за пастбище, неугодие и сенокосы, как бы. Но оценивая запасы прочности своего хозяйства, на следующий год у меня заканчиваются гранты, мы его закроем, потому что мне платить больше миллиона только за одну аренду земли. А можно уточнить, какой участок площадь и как-то объяснение? У нас их много участков, в среднем 400 гектар земли. То есть с нашим поголовьем 150 галов, то есть нам это не подъемная арендная оплата. Честно, сейчас мне тяжело, сложно сказать, какие там причины. Давайте вы подойдете, это после встречания. Я думаю, что через год, год-два, когда начнут заканчиваться договоры аренды, наши все предприниматели разъедут. Я вам могу сказать о том, что все ставки и коэффициенты поправляющие, они все поднимаются на заседание соответствующих муниципальных дум. То есть это решение муниципального областного? Федерала. Просто как бы в прошлом году мы вели переговоры, приглашают в Калужскую область, оформляют землю, муниципалитет на 49 лет военную. Если 6 лет добросовестно пользуешься, ее переоформляют по собственности, бесплатно. Только занимайтесь в Калужской области сельским хозяйством. Я думаю, что большая часть фермеров Ростовской области отъедутся по матушке России. Если коллеги подскажут, что это на федеральном уровне, то в Калужской области такая же ситуация. Но давайте тоже можно просить после совещания подойти. Да, это серьезная проблема. Нужно, наверное, позицию обозначить руководство области, если такие расценки разорительные для фермеров. Саша, вы хотели что-то спросить? Да, я хотел спросить насчет семейной фермы. Известно ли что-нибудь будет ли меняться условия господдержки? Ну, я повторюсь, условия господдержки сохранятся. То есть у нас сильных изменений не будет действовать. Федеральная нормативка, которая вносит определенные незначительные коррективы, но они, скажем так, концептуально не меняют поддержки. Просто ходили слухи, что как начинающий фермер изменится на автостартап, так будет какая-то поддержка, дублирующая семейные делы. Пока в этом неизвестно. Есть новое направление, которое называется «Агропрогресс». Соответственно, данный вид поддержки будет направлен для субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением глав КФХ и кооперативов. То есть комментарии, которые дает Министерство сельского хозяйства, что у нас сельским хозяйством занимаются разные формы хозяйства, в том числе и трио, так называемые, которые тоже попадают под поддержку. Но воспользоваться возможности нет, и, соответственно, решено было выделить в отдельную форму. Сейчас нормативная база вся разрабатывается. То есть в ближайшее время в этом году мы планируем по этому направлению. У нас пока три претендента потенциальных. То есть в заседании комиссии там был уже. Особенность этой поддержки в том, что она завязана с кредитными деньгами. Поэтому я думаю, что добавят еще в тросе хвост бампы в этом комментарии. Спасибо. Хорошо. Есть еще? О, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Анна Мругина, Кашинский район. Алексей Павлович, вы скажите, пожалуйста. Вы сказали программу начинающих фермеров в произведении. Привет. Аналогичные с начинающими с агро-стартапом. Скажите, условия агро-стартапа немного изменятся? На законодательном уровне. Ведь начинающие фермеры в прошлом году, которые не прошли по конкурсу, хотели подать снова свои заявления на 21-й год. Сейчас, получается, они лишены этого способа и целый год просуществовали, просто ожидая нового конкурса. Так как в ванной стартапе сказано, что участник конкурсного отбора должен открыть Казуха, участник, он получил... Я вам вспомнил, да. Мы были ровно на прошлой неделе на съезде фермеров, и такое же подобное было задавали. Но это главное, если вы хотите, прокомментировать, то да. Я просто добавлю, что для тех фермеров, которые зарегистрировались в прошлом году, снизили уровень в этой условии участия по семейным фермерам. Если раньше в семейных фермерах участвовали те, кто зарегистрировал, а свыше 24 месяцев, а сейчас те, кто свыше 12. Поэтому кто в прошлом году стал, зарегистрировался, отработал, вот как фермер, он может в этом году уже идти как семейный фермер. И так они должны иметь в составе КФХ, как минимум, человек, это соглашение КФХ должно быть, и все. А про стартапы, правильно сказано, только те, кто зарегистрировался за его. Спасибо.